Прежде чем мы получим вот такую технологическую щепу, а из нее посредством варочных процессов получим целлюлозу, которая является полуфабрикатом для производства бумаги, елка должна в лесу вырасти минимум 50-40 лет. Процесс изготовления бумаги настолько сложный, что о нем можно говорить не один час, рассказывает Вера Исакова, преподаватель Сокольского лесопромышленного техникума. Эту тему студенты изучают несколько семестров, чтобы потом на производстве не допускать ошибок. Только процесс варки у нас занимает около 10 часов, плюс еще процесс очистки, подготовки размола бумаги для отлива и сам процесс отлива. То есть, если, например, мы загрузили технологическую щепу варочный котел, то конечный результат мы получаем только где-то через сутки. Суть производства можно изучать по книгам, их написано сотни, но лучше и гораздо проще делать это наглядно. В музее бумаги, который сегодня открылся в Соколе, все экспонаты разрешено трогать руками, даже редкие станки. Идея создания музея бумаги витала давно. Наши музейщики давно уже сделали концепцию развития данного музея, но очень долго не могли уговорить промышленные предприятия на то, чтобы они пошли на это развитие. И вот, наверное, удачно сложилось так, что в этом году Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат отмечает свой 115-й юбилей. И именно данный юбилей подвигнул руководителей и работников предприятия на создание данного музея. Помещение для музея, а это около 100 метров, комбинат выделил безвозмездно и помог привезти необходимое оборудование. Саму выставку спланировали сотрудники городского музея. В каждом зале тот или иной вид бумаги, практически со всей России. Естественно, большую часть экспозиции занимает продукция местных производителей. Пергамент, в который заворачивают многие пищевые продукты, но чаще всего – вологодское масло. С этого станка выходит конечный вариант – сама бумага. Процесс этот тоже долгий. Сначала листы раскатываются, затем сушатся, и только после этого формируются в рулоны. Конечно, этот станок не настоящий, всего лишь макет, но суть производства он передает в малейших деталях. Эти шедевры тоже сделаны из бумаги. Каждое платье весит чуть меньше 10 килограммов, поэтому двигаться в них не очень удобно, рассказывают модели. К тому же наряды легко рвутся. Лишний шаг не сделаешь. Немножко дискомфортно. Почему? Ну, все равно бумага. Мне приятно делать. То есть, вот что у вас тут есть? Корсет? Можете перечислить? Корсет, кольца, юбка. Музеев бумаги в мире единицы. Самый известный в Финляндии. В России такой есть разве что в Москве. А вот по северу-западу мы, можно сказать, первооткрыватели. Это очень значимое событие и для города, и для области, поскольку музеев бумаги и музеев, связанные с этой отраслью, в России практически нет. Это будет один из, я уверен, лучших музеев, в котором будет отражена вся 15-летняя история отрасли. Организаторы не скрывают. Главная цель, которую ставили перед открытием музея – привлечь в район как можно больше туристов. Для этого здесь практически каждый день будут проводиться круглые столы, экскурсии и фестивали. Екатерина Щукина, Василий Попурин. Новости Вологды.